Слишком давно и хорошо мы знаем друг друга. Слишком многое нас связывает, чтобы я скрывал от вас свои мысли. Война проиграна, я это знаю. Она не просто проиграна, Европа разгромлена. Но можете ли вы себе представить, что будет завтра? Несчастная Германия. Ее обвинят во всех смертных грехах. Немецкий народ сделает виновником всего. Напишут тысячи книг. Найдут тысячи каких-нибудь нелепых документов. Придумают сотни воспоминаний. И мы, я и Германия, предстанем перед миром, как беспримерные изверги рода человеческого, как исчадие ада. А мы просто нашли мужество осуществить то, о чем мечтала Европа. Мы сказали, раз вы об этом думаете, давайте, наконец, сделаем это. Это как хирургическая операция. Сперва больно, но потом организм выздоравливает. Разве мы не осуществили потаёмную мечту каждого европейского обывателя? Разве не в этом была причина всех наших побед? Ведь все знали, что то, о чем они боялись рассказывать даже своим женам, мы объявили ясно и открыто, как подобает мужественному и цельному народу. Они всегда не любили евреев. Всю жизнь они боялись эту мрачную, грюмую страну на Востоке, этого кентавра, дикого и чужого Европе, Россию. Я сказал, просто давайте решим эти две проблемы. Решим их раз и навсегда. Разве мы придумали что-то новое? Нет. Мы просто внесли ясность в те вопросы, в которых вся Европа хотела ясности. Вот и всё. С тех пор, как Земля вращается вокруг Солнца, пока существует холод и жара, буря и солнечный свет, до тех пор будет существовать и борьба. В том числе среди людей и народов. Если бы люди остались жить в районе, они бы сгнили. Человечество стало тем, что оно есть, благодаря борьбе. Война – естественное, обыденное дело. Война идёт всегда и повсюду. У неё нет начала, нет конца. Война – это сама жизнь. Война – это отправная точка.